Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. 17 ноября 2019 года Мечлиц Крымско-Атарского народа принял заявление о соблюдении неотъемлемых прав коренного крымско-атарского народа в условиях временной оккупации Крыма Российской Федерации. Какое значение для крымско-атарского народа имеет данное заявление? Как эффективно применить данное заявление и декларацию о национальном суверенитете крымско-атарского народа? Об этом поговорим в 26 выпуске блога Liberate Crimea. В своем заявлении Мечлиц Крымско-атарского народа вновь подтвердил неотъемлемые естественные права коренного крымско-атарского народа, признанные и гарантированные международным правом, включая право на самоопределение на своей исторической территории Крым, являющейся частью территории украинского государства. Подчеркнул недопустимость определения статуса Крыма и прилегающих к нему морских пространств Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив и Севаж, а также установление режима пользования, изучения и охраны таких пространств и ресурсов, форм пользования ими и их защиты, без свободного, предварительного и осознанного согласия крымско-атарского народа, высказанного через его представительный орган Мечлиц Крымско-атарского народа. Заявил, что будь какие соглашения, решения, либо действия органов власти любого государства, связанные с территорией временно оккупированного Россией Крыма, включая прилегающие акватории Черного и Азовского морей, Керченского пролива и залива Севаж, ущемляющие права и интересы крымско-атарского народа, коренного народа Крыма, являются неправомерными с момента их принятия, либо совершения, не признаются и не будут признаны крымско-атарским народом, заключенные без участия крымско-атарского народа соглашения и договоренности в этой сфере являются несоответствующими требованиям естественного, обычного и договорного международного права. Также призвал президента Украины внести в Верховную Раду Украины законопроекты о внесении изменений к разделу 10 Конституции Украины Автономная Республика Крым о статусе крымско-атарского народа, о коренных народах Украины. Хочу обратить внимание, что данное заявление полностью соответствует декларации о национальном суверенитете крымско-атарского народа, принятой еще на втором Курултае крымско-атарского народа 28 июня 1991 года. У любого серьезного документа должно быть дальнейшее применение. Поэтому 20 ноября Крымско-атарский ресурсный центр направил письмо обращения Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное агентство по рыболовству Российской Федерации, в котором проинформировал, что мечлисом крымско-атарского народа было принято заявление, основанное на общепризнанных принципах международного права, требованиях Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Конвенции ООН по биологическому разнообразию 1982 года, в положениях статей 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Декларации ООН о правах коренных народов и принятых с 2014 года актах международных организаций касательно Крыма и крымско-атарского народа. Крымско-атарский ресурсный центр предложил в установленном, обязательными для Российской Федерации нормами международного права порядке «Безусловно, учитывать данное заявление международного крымско-атарского народа при дальнейшем применении, толковании, использовании и соблюдении, а также установлении наличия либо отсутствия юридической силы для всех договорных актов, регламентировавших, либо регламентирующих правовой режим ввод вокруг Крымского полуострова, включая, но не ограничиваясь такими документами, как так называемый договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. И так называемое соглашение между Комитетом Российской Федерации по рыболовству и Государственным Комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993 года, принятых без предварительного, проинформированного и добровольного согласия крымско-атарского народа. Конечно же, на заявления уже отреагировали и российские средства массовой информации. Так, в статье «Война до последней капли моря» Межли заявил о своих правах на бассейн Черного и Азовского морей журналисты анализируют. Казалось бы, это претензия на воздушные замки, но на самом деле это не так. Во-первых, на шельфе Черного моря открыты богатые месторождения газа и можно было бы таким образом пролоббировать их разработку для себя или своих турецких партнеров. Во-вторых, там ловят рыбу и речь может идти о разрешении на ее вылов. В-третьих, в том же упомянутом документе в Сиваше добывают соль. Одним словом, тут есть много чего на праве распоряжения, чем можно крупно наживиться. Не будем останавливаться на алчных рассуждениях журналистов российских средств массовой информации, которые мыслят категориями наживы, а не международного права. Хочу напомнить, что данные действия важны в дальнейшей борьбе как на дипломатическом, политическом, так и процессуальном уровнях. Поэтому подобные письма и обращения Крымско-Татарский ресурсный центр также направил в адрес украинских компетентных органов и авторитетных международных организаций. Поживем-увидим! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин